Привет, мои дорогие любители готики. Рад вас всех снова видеть. Продолжаем прохождение. Ищем замену для Лариса. Не помню, кто это должен быть. Будем подходить ко всем подряд. Начнем с Бартака. Так, колечко одето. Новых диалогов не появилось. Не он. Двигаемся дальше. Я заметил, у тебя знак кольца воды. Ты тоже член этого общества? А что если так? Я должен передать тебе, что дежурищий в порту Лорес хочет, чтобы его сменили. Хорошо, я прослежу, чтобы это сделали. Понятно. Весьма оперативно нашли подмену. Так, сколько там у нас времени? 15.36. Поэтому быстренько заглянем на площадь, где орет мужик, свеселец. А потом побежим в лесок. Блин, какой ты громкий, а? Следует избирать ради вашей собственной же безопасности. Кроме того, любые контакты с восставшими крестьянами в прилежащих землях стражащие запрещены. Ты работаешь на паладинов? Да. Я докладываю им о ситуации в городе. В настоящий момент все спокойно. Информация для кораблестроителя подъехала. Как ситуация с орками? Нет причин для беспокойства. Городская стража и паладины держат ситуацию под контролем. Иди спокойно домой. Оставь нашу работу нам. Мы отвечаем за город и его граждан. Хочешь еще пива? Нет ничего лучше, чем холодный Эль. Знаешь, не часто встретишь парня. Готов угасить тебя пивом. Ты наш человек. Ты что-то хотел сказать насчет орков? Да, точно. Орки не представляют угрозы для города. Они застряли в долине Рудников. А проход охраняется паладинами. Даже мясной жук не просочится там. Еще пивка? Хочешь еще пива? Я бы не отказался еще от одной пейнты. Что еще интересного расскажешь, детка? Горький Эль. Однозначно лучший. Походу все. Хочешь еще пива? Я бы не отказался еще от одной пейнты. Ладно, пиво все равно халявное было. Темный паладин. Горький Эль. Однозначно лучший. Так, с ополченцем все понятно. Давайте сходим. Получим предсказания и опыт. И прогуляемся в лесок. Как странно. Мне кажется, мы с тобой уже встречались, путник. Что ж, великие загадки нашего мира. О, прошу простить мою грубость, сын терпения. Я даже не поприветствовал тебя. Добро пожаловать, друг мой. Присядь на мой скромный ковер и выкури трубку, наслаждаясь покоем. Надо глашатого завалить. Кто ты? Меня зовут Абуин ибн Джадир ибн Амар Халид бен Хаджи Аль Шариди. Я пророк и предсказатель, астролог и торговец табаком. Похоже, чувак в ресурсе. Что за табак ты предлагаешь? Мои трубки набиты острым, освежающим яблочным табаком. Выбирай, что хочешь, сын приключений. А у тебя есть другой табак? Я предлагаю только лучший табак. Это яблочная смесь, симфония моей родины, Южных островов. Но, конечно же, я всегда готов попробовать другой сорт табака, если кто-нибудь сумеет приготовить действительно хороший табак. А как это делается? Возьми за основу яблочный табак и попробуй добавлять в него различные ингредиенты. Это делается на алхимическом столе. Если, конечно, ты имеешь навыки в алхимии. Где мне взять яблочный табак? Я дам тебе две порции. А там, делай с ними, что тебе захочется. Если тебе понадобится еще табак, то направь свои стопы к Зурису, мастеру зелий. Он производит этот табак и продает его. Тебя не заинтересует этот тюк травы? Тюк трав? Это не болотная трава, нет? Ох, убери ее, о сын недальновидности. Если городская стража увидит ее у меня, они бросят меня в тюрьму, а тебя будет ждать не лучшая судьба. Если тебе так хочется продать эту траву, послушай моего совета. Покинь этот город. Попробуй избавиться от нее где-нибудь за пределами городских стен. А здесь? Тебя здесь ждет с ней одна головная боль. Ты можешь сделать пророчество? Я к твоим услугам за скромное вознаграждение, о отец щедрости. Сколько ты хочешь? За какие-то 25 монет я рискну заглянуть для тебя в будущее. Но помни, будущее всегда неопределенно. Все, что в моих силах, это уловить лишь крошечные фрагменты времени. Рискни, братишка. Расскажи мне о будущем. Хорошо, о жаждущий знаний. Я сейчас войду в состояние транса. Ты готов? Поехали. Горки. Они охраняют вход. Старый туннель. Долина рудников. Люди в сверкающих доспехах. Маг. Твой друг с ними. Он ждет тебя. Огонь. Нападение. Могучего существа. Пламя. Многие погибнут. Что это? Город. Руины. Куархадрон из Яркендара. Он был призван. Куархадрон из Яркендара. Извини. Видение кончилось. Больше я ничего не смог увидеть. Ничего-ничего. Потом еще обкуришься. Новые трансы появятся. Ты можешь дать мне еще одно пророчество? О, сын загадочного будущего. Сейчас я не в силах приподнять завесу времени. Только когда время подаст мне очередной знак, я смогу помочь тебе еще раз. А когда это будет? Когда будущее станет настоящим, и ты продолжишь свой путь. Понял, принял, убежал. Так, главное следить за временем. Нам нужно вернуться в порт и проследить за складом. Пока очередное ополчение заплывет бухать. Но мы успеем зачистить этот маленький лес в поворот. Пока расскажу про эксперимент. В предыдущих двух прохождениях я баловался с описанием. И понял, что никто не читает описание совсем. Эй, эй, не так быстро. Прогуливаться здесь одному довольно опасно. Откуда ты идешь? Из города. Так, так. Тогда что ты делаешь тут, так далеко от его защитных стен? А что такого опасного здесь? Много чего. Ну, например, бандиты. Они только и ждут, когда к ним в лапы попадет кто-нибудь вроде тебя. А если тебя не поймают бандиты, то дикие животные из леса или наемники, которые шляются вокруг, позаботятся о тебе. Я уверен, что ты прибежишь за помощью ко мне, не успев даже дойти до следующего поворота этой дороги. Ну, предположим, я обращусь к тебе за помощью. Сколько это будет мне стоить? Я всего лишь скромный слуга короля. И мне не к лицу обирать беззащитных граждан нашего королевства. Но знаешь, если уж ты так ставишь вопрос, то я бы не отказался от небольшой финансовой помощи. Это укрепит наши будущие деловые отношения. Десять золотых будет достаточно для начала. Что скажешь? Скажу, что Мика отличный переговорщик. Да и цена подарок. Надо брать. Почему бы и нет? Вот твои десять монет. Потрясающе. Если тебе понадобится моя помощь, ты знаешь, где найти меня. Но будь так любезен. Не отвлекай меня по всяким пустякам. Я не выношу этого. Ты слышишь? Какие мы нежные. Лучше бы пошел орка убил. Ладно. Пойдем в лес. Грибочки. Кстати, про описание. Я все ждал, ждал. Комментарий того, кто прочитает в восьмом выпуске, в девятом. Но так никто и не читал. А потом я посмотрел, что меня в основном смотрят с телефона. А там описание и вообще все, что под видео. Чтобы увидеть, надо специально открыть. И естественно, это никто не делает. И все стало ясно. Ладно. Побежали. Посмотрим, что здесь за живность обитает. Муф я уже убил. Некоторые травы собрал. Блин, с этими лучами света так атмосфера передается. Такой кайфовый лес. А пока петляем, немного поговорю с вами. Неустанно вас благодарить за комментарии, добрые слова. Они очень мотивируют записывать новые выпуски. И находить время между работой, личной жизнью и всякими другими приключениями. Все как у всех, ребята. Все как у всех. А еще появился какой-то очень благодарный зритель, который уже три раза, три раза сделал мне переводы. Спасибо огромное за посильную помощь. И ваши лайки, комментарии. Все это. Да даже простой просмотр до этого момента. Это огромная польза нашему маленькому каналу. Большое спасибо. Ага, вот и набрели на первую живность. Гигантская крысятина. Ой-ой-ой, их тут две. Сейчас они обнажат мой. Килл убийца крыс. Подхвачу сейчас. Лизю лейбл полный, похоже. Тихо, тихо, живность. Что-то... Что и вы начали. Ах! Мика, Мика, это по-моему пустяк. Отрабатывай, червонец. Меня тут крысы избивают. Жесть, какие крысы матерые. Услышали какую-то болевотнюю? Уйдет эта полезная. Подписчики, спасибо, спасибо вам за комментарии, за лайки. Кто-то донат кинул. Сейчас как дадим тебе с виздеевлением. чтоб не ходил там не причитал по лесу ну все дубиной не смог луком помог утки шутками животными надо попрактиковаться там же еще снепперы всякая живность а я пока только с простыми бандитами научился драться ну это не со всеми опа гоблинская ягодка так давайте посмотрим что будет дальше только зашел уже открылась отхватил авка замаскировалась у еще крыса мы уже вашего брата встречали мы вас лука убью ну да что фехтовальщик лучник из меня хреновый или крысы антилук пойду жаловаться микки ладно для него это пустяк восстанавливаем жизни и пойду драться снова мясо мы в прошлый раз целую пачку нажарили поэтому живем да с такой скоростью я точно туда темноты останусь ну что дубль 2 а там еще крота крысы они до меня точно развалят с луком попроще луком попроще а вот так ли просто будет убить карта крыса он вообще какой-то непредсказуемый я помню лупит и лупит как из пулемета так сохранимся и попробуем убить карта крыса вот прекрасно нет они не стайны и по одному какой-то пассивный был карта крыс рано давай также они этот активный 50 опыта 50 опыта так грибов тут нет нет а вон пещерка с крысами но чуть попозже в нее зайдем давайте прогуляемся дальше посмотрим что тут есть интересно что-нибудь на скале имеется а дальше а дальше некуда да дальше некуда понятно кто то есть в этом поиске растений и грибов чем меня всегда и приманивала готика готика вознаграждает тебя за поиски какие-нибудь интересными секретами пусть они не всегда и особо ценны а бывает и вообще пару монет или пару целебных растений но все равно приятно да уже начинает смеркаться скоро мы узнаем кто там грабит склад слишком густая растительность конечно вот так в город попасть можно нет слишком высокий забор я даже не помню заходила сюда когда-то или нет но здесь не густо немножко травы и все пойдемте в пещеру сохранюсь попробую убить крысу своей дубиной о может быть здесь нычка да смотрите одна золотая и два целебных растения мелочь а приятно и одна малышка ну иди тогда ко мне а сразу так было нельзя чё так сразу с одной то в криты так какую-то комбинацию на жука выдал и не попал ну жук ты чё есть есть ой сколько вас много а я сначала не заметил смотрите какое предупреждение на входе в пещеру до человека распяли и голову отрезали а мы так смело заходим крыска что там еще имеется то краш пах это мы могли кузнецу задания сдать далеко не бегая но мы сходили на охоту с барты ржавый меч а здесь у нас что здесь у нас ничего какой-то склад полупустой только грибочки а ведь чем можно было с контента столько сюда напихать удивительного да хоть вот можно было разлет фантазии устроить а нам завезли кучу мясных жуков ну и на этом спасибо так о бандиты а получится по одному сейчас ты получишь давай давай я думаю крыса убьется лучше чем ты в 2 звук доставания оружия я не хотел услышать надеюсь ты один против бандитов это бы блок работает ну вот только расслабился и поплыл так первый пошел смотрите травку он собирал так покушаем мясо и пойдем посмотрим на твоих друзей надеюсь не такие же слабые а то меня крыса убивает а тут бандиты я разорву тебя на пускай что разрывать дешь ну че ты а доскакался по пещерам че сказать загружаемся еще обзывается подонкам там на пол 1 ничего ничего сейчас мы тебя отмудохаем будем предельно внимательны ставим блоки отскакиваем контратакую помним про парный бой с крысами я разорву тебя на куски давай разрыватель костер оббеги нормально на стену полет оба какие комбинации пошли тоже по опыту он так меня процедил на все хп лечебная эссенция пивко так а еще вот где голова скелета вот же пупыри ты какие а скелет нет падает как они тут практиковались стрельбе из лука так крыса идет смотрите идет к трупу нифига какая механика интересная якобы трупы источает запах и она идет кушать ладно давайте посмотрим когда нас агрица селедка рычит кайфует от еды так сохранимся интересная механика еще местные жуки татуя орка и никакой предыстории что тут делали подношение жертвы приносили поэтому везде распятые люди и скелеты были а вообще идеальная выходит пещера сидишь у костра жаришь волчью ногу твоя подруга крыса лариса дай дай жопу свеже убитого бандита романтика вот отравление от угарного дыма от костра жучара ну ну что такое лариса пришло твое время и живут в их роде как не убивай меня ну все теперь я просто крыта лох рис для меня не проблема ржавы топор бит дверной проем но и все осталось только парочку жуков странно что такая пещера с такой статуей и ничего интересного какой-нибудь факел дернуть может надо здесь ничего не спрятано ничего не спрятано а там в пещере не было факела галяк ничего нет ладно пойдемте обратно уже наверное время да уже свечерело уже наверное кто-то там грабит склад пока я тут бегаю так что за звук был звук какой-то живности но в пещере там и всех убили видимо где-то сверху над пещерой но потом мы туда сходим сейчас мы вернемся в город еще жуки немного опыта и мясо никогда не помешает немного статистики средний просмотр видео с прохождениями готики на моем канале 4 минуты и напиши в комментариях ключевое слово крыса лариса я буду знать своих героев лицо спасибо что-то смотрел до этого момента и надеюсь ты все это смотришь под вкусные чаёчки или крепко заваренный кофе какой-нибудь вкусняшка вкуснятинка направляемся обратно в портовый квартал думаю нас уже ждет новое приключение потому что этот квест я не проходил и не знаю кто там то там интересно и как это выглядит там же столько паладинов и аринис спит и ушли с площади по своим домам кто в кабак куда даже пробовать ватрос прекратил ой ты чудовисть вот так и отдыхают агород работы и куют ночью для ополчения для паладинов трудолюбивый дядька время 21 58 на смотрите портовый квартал живет все общаются такая интересная атмосфера лето улица сразу двор вспоминаю так и как тут можно воровать тут количество рыцарей на квадратный метр зашкаливает я даже не знал об этом о давайте подслушаем если все будет по-другому будь добродетели труден и тиск и нас посвящайте кто признает его мудрость какое красивое ночное небо но похоже я рано пришел все ящики на месте попробовал бы ты постоять целый день на пирсе пытайся разобраться во всем этом хаосе молодили привезли с собой столько всякого хлама что это даже не смешно рано рано пришли о пойдемте к рыбаку заночуем у него до полуночи за одно сдадим ему квест привет рыбак эй я знаю как решить твои проблемы с ополчением и как же я бываю здесь слишком редко чтобы постоянно присматривать за твоей рыбой но я знаю кое кого кто может тебе помочь мартин интендант паладинов хочет выслушать твою историю об ополчении рыбе думаешь он сможет сделать так чтобы люди из ополчения оставили меня в покое он так сказал отлично спасибо тебе мне нечем тебе заплатить хотя постой я нашел этот странный камень на одном из островов у побережья хориниса не думаю что он очень ценный но такой человек как ты наверняка найдет ему применение аквамарин благодарочка если бы я был магом было бы классно так клюет бывало и получше выжить сейчас сложно вот погибнуть проще простого так всегда брат так всегда сейчас заночуем твоей лачуги спим до полуночи ну и так кто же там ворует оба ополченец а кто это рогна это тот которого мы пивом поили ах ты алкоголик что ты здесь делаешь это не твое дело проваливай мартин будет просто счастлив когда я расскажу кто копается в вещах пока его нет делай что хочешь я ухожу отсюда три сотни опыта дали неплохо неплохо ну-ка давай еще с ним поговорим подожди минутку еще пивка ах ты а вы куда смотрите рыцари блин сколько я на тебя бухла перевел ты действительно думаешь что тебе это сойдет срок не поднимаешь только шумы из-за жалкой кучки хлама ты действительно думаешь что тебе это сойдет срок не поднимать понятно так а где мартин в бордель пошел сейчас посмотрим что скажет мартин вот так вот свои воруют у своих эй оставь меня в покое у тебя жена эх ты феня хорошая женщина ласковая о сидит красавчик все ящики на месте давай давай смейся попробовал бы ты постоять целый день на пирсе пытайся разобраться во всем этом хаосе младен и привезли с собой столько всякого хлопа что это даже не смешно а я думал он не скажет что-то про то почему ты не охраняешь мой склад ну ладно ну ладно я узнал кто ворует вещи в твоих ящиках копался рагнар ну наконец теперь я по крайней мере буду знать за кем мне присматривать вот сволочь ну если я его поймаю а это всегда удивлялся почему паладина ничего не замечает и почему это же очевидно эти идиоты не могут отличить одного солдата ополчения от другого для них мы все на одно лицо хорошая работа приятель если тебе что-нибудь понадобится только скажи ты знаешь что мне от тебя нужно а да ты хочешь вступить в ополчение верно что ж ты уже доказал мне на что способен скажем так я бы скорее хотел бы видеть тебя на нашей стороне чем на чьей либо еще поэтому я помогу тебе возьми мое рекомендательное письмо и покажи его андре нашему командиру ты найдешь его в казармах уверен он сможет найти тебе применение и все и мы сразу вступаем так просто еще 400 опыта получили но я наверно пока не буду сдавать он как будто в юбке сидит журоку растынув ноги ну ты поскромнее будь то все ящики на месте давай давай смеешься молодец ну что ребят теперь мы ополченец давайте посмотрим что там за письмо уважаемый лорд андре этим письмом я отправляю вам нового рекрута для ополчения он уже помог мне в одном важном и непростом деле я уверен что он достоин защищать короля и спокойствие граждан этого города и нас храни короля интендант мартин ну спасибо дружище спасибо сохраним письмецо и на этой хорошей ноте закончим ребят эту серию спасибо что досмотрели до конца всем пока 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 Это все слух это все слух я diffuse Продолжение следует...